Отвага, мужность, самоданность. Гэтые три слова наибольшь йомиста характеризуют трех героев уродженцев поселка Урыцкая, Константина, Минае и Елисея Крышалцовых. Родные браты увоходили у один и танковый экипаж. У своим первым бои они знищили четыре танки и два бронетранспортеры противника. На четвертый день Великой Чинной войны, 26 червяня 1941 года, гэтые молодые люди здеснили неумеручий подвиг, поишли на танковый таран. Боевый транспорт братов был подбитый. Не губляючи ни хвилины, экипаж накировал подпаленную машину у ворожий танк. Когда подбили танк, он загорелся. Они не ожидали, когда они направились со всей скоростью и врезались в танки. Получается, танковый таран. Они погибли. Они предпочли смерть, а не плен. И мы гордимся нашими братьями Крышалцовыми. Жаль, что они по смерти не награждены. Не глядячи на то, что подвиг братов Крышалцовых не отзначен державными узнагородами, он назавсюду описан в историю, а горнуты непорушной народной подякой. У память про дважных танкистов названа одна звули с Гомельского района. Дитячая школа мастерства у Агрогородка Урыцкая. Их подвигу присвечены широких книг и музейных экспозиций. Утым ликует та, якую рачисты открыли в Ауритской сельской библиотеце. Дарыш, при этом присутствовали гости из России, делегация супрацовников библиотек, якая в рамках 11-х усероссийских библиотечных полянковских читаний завитала у Гомель. Мы рады, что здесь представители Российской Федерации присутствуют при открытии такого музея. Для нас это очень важно, потому что память, не только память объединяет наши народы, надежда на будущее и общая история. В центре везки Урыцкая Гомельского района возвышается помник землякам, які загинули в годы Великой Чынной войны. На одном из барельефа у три танкисты. Это – браты Крышалцовы. После открытия музейной экспозиции у дельники мероприемства усклали кветки до помника, а некто из присутных узгадал в памяти. Это молодые герои, по загляку души, были яшейтали новитыми музыками. Творчасть уселяла у их силы и поддерживала бадерность духу. Обользовався браты Крышалцовы, любили родную землю и ахверовали своими житиями, деляя ей светлой будущей. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадо, компания Гомель.